Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на лайв-канале, а я до сих пор снимаю дома. Не спрашивайте почему, в описании есть все ссылки, отвечающие на этот вопрос. Но без контента оставить я вас не мог, поэтому я два дня мониторил агрегатор доставки, чтобы что-то интересное найти. И понял, что процентов 40 заведений, которые везут до меня, занимаются так или иначе шавермами. Надоело и мне, и вам, поэтому хотелось что-то вот интересное, то есть с историей за что-то зацепиться, и при этом было, скорее всего, вкусно. Я нашел такое заведение. Танжен Китайская кухня. Чем же примечательна Танжен, спросите вы? А я отвечу, что этой сети около полутора десятков лет. Я там был несколько раз, и пока искал, вспомнил, что это первый ресторан, в котором я побывал. Был 2007 год, я учился в колледже культуры на Горохово, и через дорогу от нашего корпуса был вот этот вот ресторан Танжен. То есть в красно-желтых тонах какие-то драконы, вот этот вот фонарик бумажный красный. И мы как-то с однокурсниками туда в перерыве решили войти. Нас встретил хостес, и мы с непривычкой офигели. То есть мы ели только в фастфудах и в нашей столовой колледжевской, и не ожидали такого сервиса. Сели, взяли меню и просто офигели. 150 рублей цель, 200 там, 250-300 рублей за мясо. Это была просто космическая сумма, и мне давали каждый день по 100 рублей, и каждый третий день, получается, сотка была моим наваром. То есть я в столовой тратил по 65-70 рублей, и получается, каждый третий день у меня была на карманные расходы соточка. И тут я понял, что я свои карманные все могу потратить там на какой-нибудь рис или какой-нибудь напиток. Уходить было неприлично, поэтому мы решили сделать заказ, но чего-то подешевле. То есть рис заказали, и самое дешевое мясо. Нам очень долго готовили, и мы чуть не опоздали на следующую пару, но вроде как было вкусно. То есть вот такие вот у меня воспоминания об этом заведении. За эти 13 лет я был в Танжене еще раза 2 или 3, и в принципе это стандартная, хорошая китайская кухня, которую не стыдно попробовать, если вы не были в Китае. То есть адаптированная под русский род, китайщина, в принципе, не стыдная, и туда можно пойти. И вот я, собственно, сегодня на 1600 заказал разные блюда. В общем, обещали 55-65 минут. В общем, ждем. Доставили за 50 минут, все приехало в фирменных, в таких вот простеньких пакетиках. Танжен, китайская кухня. Два пакета в одном, видимо, горячая, в другом, я надеюсь, холодная. Из холодного у нас десерт, о нем попозже. И, ну, естественно, в стекле. Нет, все-таки, видимо, горячая с холодным все в одном, и очень горячая в другом. Я заказал приборов на три персоны, и дали 4 салфетки и один набор нож-вилка. Ни палочек, ни фигалочек, ничего больше. Это, конечно, минус. Благо, я дома возьму нормальные приборы, но это, конечно, не дело. Если вы смотрите меня, танженщики, кладите столько приборов, сколько заказано. Вот минус пока. И начинаем мы с супа. Это кисло-сладкий суп, 400 грамм, ну, в принципе, в двух колобахах есть, 250 рублей. Свинина, помидоры, огурцы, грибы, яйцо, перец и острое масло. Острое масло, в принципе, у них почти во всех блюдах. Интересная находка за неимением большого контейнера, или, может быть, так специально. Ну, в общем, разделили суп на две части, то есть можете поесть сейчас и без минусов поесть завтра. Специально ли или в отсутствии тары, но в любом случае это как бы интересно и не такой уж минус. По температуре все отлично, он горячий, но не обжигающий, и градус 50 здесь есть. Так, и давайте смотреть. Это, я так понимаю, волокна свинины, потому что она заявлена. Так, видим грибы, видим помидоры, огурцы, и вот это все-таки мясо. Слушайте, интересно. Суп называется кисло-острый, другого какого-то спецназвания у него нет. И пробуем всегда бульон, здесь это нереально, потому что в любом случае залетает сюда мясо. Мясо, видимо мясо, потому что я до сих пор не могу поделить, что это такое. Это не мясо, свинина похожа на курицу, это белок яичный. А где же тогда мясо? Может быть в другом контейнере? Но здесь его вообще нет. По вкусу куриный, не острый совершенно, кислинка есть, но остроты здесь нет, и все как-то очень странно. Сейчас я перепроверю, есть ли там свинина, потому что ее не во вкусе, ни в начинке нет. Перепроверил, все-таки свинина есть, и это у нас яйцо, огурцы хрустят, помидоры, грибы, но очень водянисто, совершенно не мясно, и по виду, конечно, очень странно. Не могу сказать, что это невкусно, но как-то пусто, постно и невыразительно, что ли, скучно. Нашел свинину, она реально маскируется белком, ее очень мало, и она совершенно невыразительная. То есть как суп, так и свинина. Реально, как субстанция без вкуса совершенно. Кислинка в супе есть, остринки заявленной нет. Конечно, суп ни о чем. 250 рублей за 400 грамм, понятно, что это адекватная цена, и можно наесться, но мне кажется, через 2 часа опять захотите есть. Ну, в общем, не советую. Может быть, остринка в другом контейнере, и нужно это все миксовать? Давайте проверим. Нет, тот же самый суп, разделенный на 2 равных контейнера. Ну, ни о чем. Переходим к закускам. У меня в руках говядина с острым соусом. 180 грамм, тут даже чуть побольше, и 358 рублей стоит тут, собственно, такая вот чисто мясная закуска. Ну, выглядит, по крайней мере, аппетитно. Она ехала на горячих блюдах, но, в принципе, до сих пор такая прохладная. То есть, она не шибко нагрелась, но при этом и не прям холодная. Ммм, вкус китайских снеков. Знаете, вот это тут масло идет, специи. Состав максимально простой. Говядина, огурец, лук-порей и острое масло. То есть, заправка, приправа, называйте, как хотите. Неплохо. Даже для закуски это многовато. То есть, это точно не на одного человека. Мясо мягкое, практически без явных проживок. Можно его смело кушать, есть, употреблять. Опять же, называйте, как хотите. Отдельного кайфа не вызывает, но и отторжение тоже. Обычное мясо, которое приправлено острым маслом. Вкусно? Ну, вкуснее и ярче, чем суп. Нужно ли брать перед основным блюдом? Я не знаю, смотря какой у вас желудок. То есть, мне бы этого вообще хватило и без основного блюда. Но, если бы вы пришли наесться, за не очень дорого, то я думаю, что это ваш вариант. 358 рублей за вот такую вот лохань чисто мяса, я думаю, что, если не каждый, то многие из вас готовы отдать. На очереди основного блюда и у нас контейнер со свининой, жареной в сладком соевом соусе. То есть, довольно много. Пишут, что 160 грамм, но по массе 250, не меньше. То есть, тут только мясо получается. То есть, вот это вот все, это у нас свинина. Чисто вот целый контейнер такого вот мяса. Обещаю в сладком соусе. В запахе особой сладости нет. Неплохо, сочно, свежо и с китайским таким вот оттенком. Но смело вот одну седьмую часть этого контейнера можно было добавить в суп, и ни одно блюдо бы не проиграло, а то еще бы и выиграло. Я хочу, чтобы вы сейчас закрыли глаза и послушали. Все, можете открывать. Есть такое понятие хрючево, но обычно оно используется в негативном ключе. То есть, знаете, в лоханке, в такой вот эмалированной, либо в алюминиевой миске на стол бросают, говорят, жри, и там что-то такое тут наваристое месиво, но при этом в лучшем случае съедобное. В данном случае можно назвать это хрючевым, но не в чем-то плохом, а в том, что здесь очень много еды, довольно сытной, скорее всего, калорийной. И, собственно, это без какого-то сверхизыска, это вот чисто рабочая такая вот пролетарская еда. Вы это взяли, наелись на полдня, мясо вот чисто с соевым соусом, и пошли дальше отдыхать, либо по своим делам. В данном случае, мне кажется, это вот так характеризуется. Вкусно ли это? Скорее всего, да. Стоит ли брать? Я думаю, что стоит тем, кто хочет либо вспомнить, либо узнать адаптированный под русский род китайскую кухню. Это, правда, много, это, правда, сытно, это стоит всего 368 рублей, ну, за просто мясо чистоганом, это не те деньги, которые нужно экономить. Это блюдо для тех, кто не готов в ресторане платить лишние деньги за красоту, а просто хочет платить за продукты. И в данном случае доставка с таким блюдом, с таким видом и наполнением, она очень хороший вариант. Мне, конечно, было бы приятнее есть из красивой посуды, но, собственно, имеем, что имеем. В данном случае я ни разу не обломался, что вот это вот купил. Самое пока неудачное блюдо – это суп. На втором месте идет закуска, неплохая, но не мастхэп. Вот это вот для пробы, либо для насыщения хорошим продуктом стоит взять. Что мне нравится в зиатской кухне, будь то тайской или китайской, это наличие различного рисового гарнира. В данном случае я заказал рис с яйцом, мой любимый, 70 рублей, 180 грамм. Я прям перепроверил, свинина – 160 грамм, рис – 180 грамм. То есть вот это объединить, и вы точно будете сыты, ну, полдня, а некоторые из нас и только завтра поедят. Это я, если что. Можно было сделать заказ гарнира риса с свининой, но мне кажется, это уже вообще перебор. То есть тут приятно, спокойно. И как раз бы оттуда добавлять мясо сюда, перемешивать рис с тем соевым соусом, было бы вообще идеально. На самом деле у них бывает и лучше. Я несколько раз заказывал, и мне попадался рис более сочный, более какой-то со вкусом, что ли. Но я рекомендую миксовать. То есть взяли вы на вилку или на палочке мясо, окунули в рис, взяли все. Да, реальный кайф. Рис и мясо, как ини-янь, вместе собираются в одно целое. 440 рублей за более чем 300 грамм. Вот прям чистой еды. Это очень-очень здорово. Отдельно рис сегодня плосковат, а вот вместе с мясом вообще идеал. И сегодня, господа, будет награда за еду, то есть десерт. Но перед этим мы смачиваем рецепторы чем-то в стекле и сегодня спрайт. Наконец-то пригодилась открывашка. Вот такая вот китайская. Она, наверное, у меня лет 20 дома лежит. С магнитиком для крышки и, собственно, стекло. Ничем не замутненный аромат напитка. В жесте или в пластике в любом случае примеси есть в аромате. Здесь просто вот чистоганом спрайт. Реально вкуснее. Проверьте. Берете в пластике и в стекле, и вы больше крифанете. Казалось бы, ну обычный напиток, который мы уже десятилетия пьем. Но стекло, конечно, делает свое дело. 0,25 мл в стекле стоит 150 рублей, а 130 стоит 0,5. Но мой выбор меньше да лучше. И переходим мы к десерту. У нас графские развалины. Вот так вот упаковано в большой контейнер, в обычный целлофан. Полиэтилен, называйте как хотите. И, собственно, у нас графские развалины стоят 210 рублей за 130 грамм. Опять же, по массе плюс-минус то же самое. И вот графские развалины у нас такой вот кубик с миндалем. Обещают безе, крем и чернослив. Помимо этого самого миндаля. И давайте протестируем вилочкой. Ох, как же это нежно. Как же это должно быть вкусно. Хотя черносливы пока не видно. Ваше здоровье. Холоденький крем. Хрустящий слайс миндаля. А, нет, вот смотрите. Это прям чернослив. Ну, это, конечно, углеводное завершение нашего углеводного обеда. Начали мы, так сказать, за упокой супа. А заканчиваем мы за здравие вот этого вот суперкрутого десерта. 210 рублей, друзья мои. Это не копейки, но это малая цена за такой десерт. Прохладный крем как будто готовит нас к просто взрыву сладости от безе и всего остального во рту. Реально очень много миндаля. То есть они его здесь не пожалели. Кстати, очень удобно, если зовут контейнер. Просто я обожаю безе, меренги, сливочные, крема. За такую цену просто идеальный десерт. Естественно, мне было бы его приятнее есть в самом заведении из, опять же, хорошего фарфора. Но в данном случае, если мы говорим про вкус, а не про подачу и не про эстетику, то графские развалины в Танжене это что-то с чем-то. И вот реально два вот таких вот больших чернослива. Давайте, господа, и тоже суп не берите, потому что он здесь ни о чем. И вряд ли мне его сделали как-то не так. Мне кажется, он просто такой всем доезжает и не стоит вашего внимания и ваших денег. Закуска говядины с острым соусом только для многоежек. Если вы понимаете, что вы готовы съесть слона и реально съедите, то берите на одного, на двоих. Но я думаю, что свининой и рисом вы наедитесь просто на все 100%. Так что я думаю, что можно заказать основное блюдо, жареную свининку, гарнирчик и десерт. Если вы закажете в обед, как только чуть захотели есть, вам приедет через час, вы это съедите, то получается обед плюс ужин будет в этом заказе. Удобно, экономично, и я думаю, что, я даже уверен, что, ну, на двух человек вообще смело. Потому что, ну, разве можно столько есть? Конечно, можно. В общем, вы лучше всех, Макс Брандт. Во вторник, надеюсь, уже выйдет на основном канале то самое долгожданное. Ну, а в среду в любом случае, и, надеюсь, тоже не доставка, но ролик вас ждет. Вы лучше всех, Макс Брандт. Пяти стекла. Пять 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 стекла. Продолжение следует...